В этом году для 11 пешеходов переход дороги в предназначенном для этого месте закончился трагедией. Сразу два случая произошли в Перхушково. Это 15-й километр Можайского шоссе. На нем два нерегулируемых пешеходных перехода, тросовый разделитель полос, парковка у магазина, которую нередко автомобилисты используют для разворота, плюс оживленное движение. Все это заметно усложняет жизнь пешехода. Очень трудно перейти, совершенно не реагируют водители на пешеходов. Вот буквально минут 15 назад шла в магазин, первая полоса была свободная, а вторая полоса, часть машин остановилась, даже фуры остановились. А машины, машу, уже прошу, люди, остановитесь. Они мне показывают, что у тебя не все дома и едут дальше. Машины не останавливаются. Вот стоишь, особенно на середине, если с одной стороны нет потока, значит стараются перейти. На середине стоишь, мало кто останавливается и едут, и едут, и едут. Совсем недавно в Перкушково произошла трагедия. Под колесами автомобиля на пешеходном переходе погибла пожилая прихожанка местного храма. Чтобы предотвратить повторение истории, местные жители готовы обращаться во все инстанции. Вы уже обращались в Добродел по поводу установки. Здесь светофоры и был ответ. Да что вам ответили? В ответе сказано, что введение светофорного регулирования в настоящее время не требуется. Но люди тут постоянно гибнут, машины тут толпами стоят, проехать невозможно. Конечно, здесь светофор просто необходим. По мнению многих, здесь необходим светофор. Руководство 10-го батальона понимает опасения местных жителей, но при этом уточняет, что светофорный объект решает одни проблемы и создает другие. Тем не менее, возможность его установки в Перхушково обещает рассмотреть. Будем рассматривать, но проведем еще раз анализ, переговорим с дорожниками, посмотрим именно на этот участок дороги, и тогда будет принято решение. Если непосредственно на пешеходных переходах произошло 11 происшествий, то вне зоны в действие в два раза больше – 22. Руководство 10-го батальона отмечает, пешеходы стали чаще соблюдать правила дорожного движения. Правда, некоторым все-таки не мешает поработать над внимательностью. Очень часто именно через пешеходник, слава богу, стали ходить, но бывают моменты, когда не полностью убеждаются в том, что транспортные средства им уступают дорогу. Пешеходы должны не только убеждаться в том, что их автомобилисты пропускают, но и иметь при себе светоотражающий элемент. Это раньше световозвращатель носить рекомендовали. Теперь это обязанность, прописанная в Кодексе об административных правонарушениях. Для тех, кто предпочитает оставаться в тени, несмотря на опасность, предусмотрены санкции, штраф 500 рублей или предупреждение.